здравствуйте друзья здесь демитков юрий у меня много задают вопрос уже об долгосрочных инвестициях почему потому что в последнее время когда кризис и все вдруг поняли что в кризис надо иметь накопления и что в общем то мы все беззащитно оказываемся как если у нас нет денег и в этом смысле люди понимают что нужно делать долгосрочные накопления с одной стороны с другой стороны у меня были много многочисленные вопросы о том как сделать накопительные программы на детей то есть открыть программу чтобы на ребенка были деньги накоплены ну какому-то там через 15 лет ну скажем ребенку сейчас там 5 или 7 лет и надо открыть программу чтобы у него была программа на фондовом рынке чтобы он был защищен и я обещал организовать интервью со специалистами из швейцарской компании консалтинговой натальни олейник и вот сегодня она у нас в гостях я хочу хочу ее представить она как раз занимается именно такими программами по накопительными через ну скажем есть фонд s&p 500 и я с ней уже предварительно разговаривал есть другой очень интересный фонд ну давайте сначала начнем с s&p 500 добрый вечер дорогие участники рад вас приветствовать значит ну что такое фонд s&p 500 мои уже подписчики знают я хотел спросить ну во первых какие сроки инвестирования вот в эту программу есть несколько вариантов мы сейчас говорим что россиянин может инвестировать в программу s&p 500 через инвестор траст и предлагает инвестор траст предлагает следующие варианты есть семилетний план с единоразовым взносом и минимальная сумма 10 тысяч долларов возможно также минимального увеличения но тоже как доп счет на 10 тысяч долларов то есть кратно 10 тысячам долларов да это единоразовый взнос правильно да и минимальный срок 7 лет на 7 лет так и сразу же возникает вопрос какая защита капитала и какие комиссии есть вот сначала про однократный износ 7 лет минимум 10 тысяч скажем 11 тысяч можно нет определиться смысле можно меньше 10 нельзя можно внести 11 тысяч вот можно 12 но меньше 10 нельзя я понял минимальная сумма 10000 дальше искать выше можно правильно однократный взнос на 7 лет и это эти деньги вкладываются в индекс s&p 500 да так понятно гарантии вы говорили вот начали говорить какие гарантии предусматривается защита капитала и 89,5 процентов гарантированно в конце срока то есть даже если индекс s&p упадет компания гарантирует 89,5 процентов в конце срока программы то есть по окончании семи лет эта сумма вам гарантированно вернется а если не упадет если не упадет то соответственно сколько ну наработает индекс s&p 500 правильно я понял что если индекс s&p 500 растет или там падает не сильно то мы получаем индекс s&p 500 если он упал больше чем на 10,5 процента то мы получаем вот эту сумму 89,5 процентов от своего вклада первоначального так да верно то есть компания берет на себя риски и меньше чем 89,5 процентов от нашей первоначальной суммы мы не получим хорошо теперь давайте вторые искать варианты не с однократным взносом также есть программа 10 летний 15 летний 20 летний и минимальная сумма взносы это 2 400 в год то есть 200 долларов в месяц да и форма взносов может быть как раз ежегодно раз в год или по квартально или ежемесячно то есть человек сам решает как как ему удобно вносить эти деньги а деньги как носится пополняется через карточку с карточку с карточки банка возможно да делается платеж и преимущество этой программы что возможно настроить например если клиент решает ежемесячно писание происходит с карточки и комиссии не берутся то есть настраивается там ежемесячно или ежеквартально или раз в год с писанием понятно хорошо и там насколько я помню очень жесткие условия еще вот если вернемся мы сейчас поговорим про жесткие условия но давай десятилетних защиты капитала стопроцентная то есть в единоразовых было восемьдесят девять пять здесь при ежегодном пополнении стопроцентная защита капитала понятно на 10 лет 2 400 то есть клиент вносит 24000 и ему компания гарантирует вернуть 24000 в случае когда срок программа 15-летний защиты капитала 140 процентов то есть даже независимо того если будет индекс падать компания гарантирует нам 140 процентов при сроке 15 лет при 20-летнем сроке 160 процентов защиты капитала понятно чем выше срок тем гарантии все интереснее скажем так условия достаточно строгие есть даты платежа когда подписывается программа и нужно эти сроки платежей соблюдаться возможно до 30 процентов до 30 дней рассрочка ну то есть рассрочка да и но если в течение 30 дней после уплаты взноса платеж не поступил все гарантии снимаются то есть вот эти защиты капитала 100 процентов 10-летним 15-летним 140 они получается у нас пропадают через кого это делается через какую компанию инвестор траст компания где она зарегистрирована она зарегистрирована на каймановых островах ну то есть это вот ну просто чтобы люди знали это достаточно известная компания на каймановых островах там много страховых компаний зарегистрированы потому что там, ну, во-первых, это не офшор, но там просто полегче с налогами. Ну, любые валютные платежи россиянам разрешены, то есть нет никаких у нас ограничений, тем более все документы оформляются, то есть клиент может спокойно сделать платеж в любом банке валютный платеж. То есть мы когда говорили, что можно настроить списание с карточки, то подразумевалось, что карточка, конечно, там открыт, долларовый счет, не рублевый, в валюте платежа, подписываются все документы, клиенту открывается личный кабинет, и в личном кабинете можно отслеживать, как растет этот индекс. И в том числе, если мы говорим сейчас про программу S&P 500, инвестор Траст предлагает программу, которая называется Evolution. Это тоже инвестируются деньги в индекс S&P 500, но получается напрямую, то есть клиент может сам выбирать фонды. Выбирать фонд, да, отслеживать, он может выбрать индекс S&P 500, а может выбрать индекс MSCI, и здесь, с одной стороны, то есть это программа для, скажем так, более опытного инвестора, то есть она более свободна, и, естественно, если индекс будет расти хорошо, тогда клиент, инвестировав деньги, получит больше, но с другой стороны, опять-таки, если индекс S&P 500 упадет, то и клиент не застрахован, то есть у него гарантии защиты нет. Тут, с одной стороны, больше рисков, с другой стороны, сумма платежа минимальная составляет 1200. То есть она меньше. Ну, Evolution там вообще интересно, это мы отвлекаемся немножечко. Дело в том, что Evolution, я смотрел уже, что такое инвестор страст, там можно выбирать из огромного числа фондов, которые существуют, там и Vanguard, насколько я помню, есть, и Berkshire есть, и прочие фонды. Но, правда, в Berkshire надо сумму побольше вносить, насколько я помню. Я это интересовался. Ну, естественно, когда общаешься с клиентом, сначала встреча состоится из том, что задаешь вопросы и уже ориентируясь на конкретные запросы клиента, определяешь, что ему больше подходит. Если сумма меньше, то, конечно, это Evolution, да, с 1200 можно зайти. И срок там 5 лет. Многих интересует, а поменьше. Но, опять-таки, мы понимаем, что в инвестировании время и дисциплина приносят свои результаты. Понятно. Ну, мне бы также хотелось сегодня затронуть фонд, который MSCI, и не через инвестор траст, а через страховой концерн Grava. Программа, этот полис обладает большими преимуществами. То есть, концерн инвестиционный Grava предлагает фондовое страхование, называется Apollo Supreme. Тоже сумма инвестирования в долларах в фонд Apollo 14, который основан в 1998 году. И как раз там MSCI индекс, и это 627 компаний, ведущих Америки. MSCI, насколько я понимаю, это тот самый индекс, который формирует Morgan Stanley, правильно? Да, верно. То есть, Morgan Stanley формирует, и что такое Grava, сейчас я немножечко поясню. Это страховой концерн австрийский. Это самая надежная, наверное, в мире компания по своим параметрам. И страховая компания, наверное, выбирает партнеров именно с точки зрения надежности, потому что страховые компании интересуют прежде всего надежность, а, ну, наверное, недоходность. Так? Да, все верно. Все верно, так. Понятно, хорошо. Значит, давайте тогда вот про эту Apollo. Apollo Supreme 14, и там, насколько я помню, 19 еще что-то было. Так, в чем здесь преимущество? Первое, что можно начать инвестировать, минимальная сумма входа – это полторы тысячи долларов. Срок от 10 лет. Полторы тысячи долларов в год? В год, в год, да. Понятно. С ежегодным платежом полторы тысячи. Раз в год – полторы тысячи долларов, правильно? Да, да. Максимальная сумма в год – 10 тысяч, если мы говорим про ежегодные платежи. Также возможен единоразовый взнос, минимальная сумма – 3 тысячи долларов, максимальная – 100 тысяч. То есть можно инвестировать 3 тысячи долларов. Срок – 15-20 лет программы. И важно, что возраст застрахованного лица, то есть тут у нас это фондовое страхование, у нас еще происходит страхование клиента жизни. Возраст от 18 до 60 лет. И на момент окончания программы возраст застрахованного 75 лет. Понятно. Происходит инвестирование, то есть распределение инвестиций сначала в акции, и также клиенту в момент подписания полиса предоставляется выбор опции надежности. Что это значит, если клиент ее выбирает? Что по истечению 7 лет взносы начинают переходить из акций в облигации, а облигации, как известно, они менее рискованные активы, и, соответственно, тем самым взносы перераспределяют. Так, звук пропал. И уже в последние 8 лет инвестируются в облигации, соответственно, тем самым компания… Ну, повышается надежность. Да. Ну, что я могу сказать, теория Марковица говорит о следующем, что идеальные инвестиции, они такие. В начале инвестирования, когда мы только создаем начальный капитал, мы должны инвестировать, ну, в акции, потому что акции достаточно быстро растут, а в конце, когда уже денежки накоплены, нужно инвестировать в облигации. И вот мне прямо так понравилось, когда я узнал про эту Apollo Supreme, вот, прям вообще вот, все по теории, все как надо. Ну, конечно, минимальная сумма 3000 долларов, может быть, кого-то привлечет, но, друзья мои, я считаю, что все-таки, ну, минимум 10 тысяч надо вкладывать в такие программы в 15 лет. У всех разные возможности и размер кошельков, тут речь о том, что здорово, что концерн заботится, ну, как бы на широкий круг, то есть не отсекает людей, у кого, может быть, сейчас, ну, недостаточные или, ну, другие приоритеты, скажем так. Так, хорошо. И у меня есть личный опыт, у меня есть своя, то есть я открыла этот полис, и компания информирует, что в прошлом, в 2019 году по этой программе Apollo Supreme 30% годовых. Так, вот здесь, извините, можно подробнее, какую программу вы открыли? Вы открыли программу Apollo или S&P 500? Нет, у меня есть программа Apollo Supreme, то есть я инвестирую. То есть вы именно Apollo Supreme открыли? Да, через концерт Grava, и я выбирала между S&P 500 и Apollo, мы говорили, что в S&P 500 достаточно жесткие условия, Grava, она очень лояльна к своим клиентам, и я не знаю еще другую компанию, которая настолько лояльна к клиентам. То есть тут есть возможность, если у клиента подходит срок платежа, он не может сделать платеж, пишет письмо в компанию с просьбой об отсрочке, и компания дает на полгода отсрочку без штрафных санкций. То есть это такая уникальная, скажем так, возможность. А вообще, что за, то есть, наверное, не все знают, что такое за компания Grava, я-то знаю, у меня тоже есть программа там. Grava – это крупнейший концерн, который находится в Австрии, и когда клиент решает оформить полис, то есть платеж делается, деньги перечисляются в Австрию. Хорошо, а вот это самое Grava, оно никуда не сбежит? Компания существует уже 191 год на рынке. 191 год? И 191 год, да, основатель его, это потом у королевских коровей, и компания, это не самый крупный концерн в Австрии, но он ежегодно занимает премию как компании, какую бы вы порекомендовали своим друзьям и близким. То есть рейтинг надежности у компании стопроцентный, то есть годами они заслужили такую репутацию. С россиянами они работают через MedLife, это Mediterranean Life, это стопроцентная их дочка, и уже в 25 лет они работают с россиянами. Любые вопросы клиент может решить напрямую с компанией, у них русскоговорящий штат, соответственно платеж тоже делается элементарно при валютном платеже в любом банке. Комиссия за платеж, там входящий 1%, и у нас комиссия, ну, разная, ну, Тинькофф 15 долларов берет. Тинькофф берет минимальную комиссию, это я знаю, да. Это можно сделать, не выходя из дома, то есть этот платеж. Наталья, вы сказали, что для России она работает. У меня есть огромное число просто вот вопросов. Казахстан, Украина, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан работает или нет? Да, компания работает со многими странами, и просто в зависимости от законодательства страны, то есть подстраиваются документы, скажем так. А с россиянами работают через Медлайф, то есть через дочку стопроцентную. Итак, ну, я хочу поблагодарить Наталью, спасибо за интервью. Ну, конечно, много вопросов осталось еще за кадром, то есть задавайте, пожалуйста, вопросы. Я думаю, что можно вопросы задавать непосредственно в комментариях к данному видео, и можно непосредственно Наталье. Я думаю, Наталья, вы разрешите свою e-mail оставить? Конечно, с радостью отвечу на все вопросы. Продукт очень интересный и выгодный, тем более с учетом, что сейчас происходит с рублем и с обстановкой. Вот да, именно да. Если даже пару лет назад, как бы, ну, сомневающие и боящиеся могли использовать депозит, ну, то же самое доллары, там, в 2,5% годовых, да? Ну, сейчас, когда у нас депозит стремится к нулю, а тут, то есть вот эти программы, они рассчитаны, я бы сказала, так называемый ленивый инвестор, потому что уже группа специалистов, ваши деньги будут инвестировать и отслеживать, да? Чтобы и давать гарантии, то есть у вас защита капитала происходит и плюс еще и прирост, это очень хорошо. Ну, и давайте не забывать, что кто самый главный враг наших денег? Мы сами, поэтому надо от себя подальше, туда-туда, куда-нибудь еще. Так, а вот, ну, по поводу детей еще раз, давайте тогда, как можно оформить эту программу, ну, так, чтобы это было на ребенка? Ну, если мы говорим про программу Apollo Supreme, это оформляется там все равно, фондовое страхование, всегда прописывается, кто наследник. То есть ребенок идет только через вот этот вот пункт, он наследник? Кто наследник, да. То есть по окончании срока программы, если клиент все замечательно, он эти деньги получает и уже может сам распоряжаться. Тут как раз эти программы позволяют положить подальше, иметь прирост и потом уже воспользоваться на свое усмотрение. И фондовое страхование в чем еще плюс? Когда эти суммы возвращаются, срок заканчивается, сумма возвращается, она не подлежит налогоблажению, потому что у нас здесь есть именно фондовое страхование. Не подлежит налогоблажению по российскому законодательству. То же самое неделимо при разводе, то есть это именно, эта программа принадлежит клиенту. Ни коллекторы, ни третьи лица не могут претендовать на эти деньги, потому что тут фондовое страхование жизни. Ни судебные исполнители. Ни судебные исполнители, да. Это важно. И всегда прописывается наследник. То есть если вдруг с клиентом что-то происходит, тут еще и страховая защита включается. Ну давайте про страховую защиту сейчас мы не будем говорить, потому что это не тема нашего сегодняшнего интервью. Так, с кем заключается договор? Ну то есть как бы вот человек решил заключить договор. Он обращается к вам. И каким образом вот дальше вот все происходит? Консультант помогает оформить документы. Документы нужны, паспорт и соответственно консультант спрашивает информацию. Место работы, уровень зарплаты. То есть вы все это поможете сделать? Консультант оформляет документы, да. И эти документы... Вы это поможете сделать? Да, конечно, конечно. То есть цель консультата рассказать о программе и помочь оформить документы. Затем платеж тоже консультант может сопровождать. Может человек сам пойти в банк оплатителей, если есть приложение, сделать платеж. Это как бы сложности нет. И в дальнейшем, конечно, можно обращаться к консультанту, но большой плюс еще компании, что у них есть русскоговорящие штаты, они отвечают на все вопросы. То есть вы можете задавать вопросы, как что. У компании Грава сейчас они как раз на лето обещали запустить личный кабинет. Все это в виде переписки e-mail, но они также обещают открыть личный кабинет. У инвестора Траста есть личный кабинет, где вы сразу же с момента подписания и сделать платеж, можете отслеживать, что происходит с вашими деньгами. Деньги передавать непосредственно вам? Нет, можно... Ну, тут есть разные опции. Можно и через консультанта сделать платеж. Можно сделать валютный платеж из любого банка, где у вас есть... Из Сибербанка можно сделать? Валютный платеж, да. Куда? В Америку? Или в Австрию? Да, и в Австрию, в Америку, без разницы. То есть есть реквизиты, когда оформляются документы, сразу же даются реквизиты в вауче. Я, например, делал платеж из приложения Тинькофф, не выходя из дома, то есть как раз уже оформленные документы являются подтверждением моего платежа. И что нормально проходит без проблем? Все проходит без вопросов, да, то есть никаких... Ну, на самом деле вопросы возникают, но там просто, когда требуется заполнить определенные документы, сканы там и так далее, все это предоставляется, естественно. Ну, нет, но любой валютный платеж, он делается... Ну, то есть просто так нельзя сделать, то есть должны подтверждающие документы. Я, как главный бухгалтер и много лет проработающаясь в том числе с валютным контролем, то есть договор является как раз подтверждающим этим документом. Договор и инвойс. Да, да. Ну, все, спасибо. Я думаю, что на основное количество вопросов вы ответили. Спасибо. Если будут еще вопросы, непосредственно обращайтесь к Наталье или ко мне. И, ну, Наталья поможет. Е-мейл Натальи будет. Вот, навсегда. Вам большое спасибо, Юрий, что вы рассказываете и просвещаете людей, что эта тема очень актуальна и важна, потому что мы сейчас можем как раз сделать шаги к нашему независимому финансовому будущему. И продукты, и Инвестор Траст, и Грава, эти компании помогают нам осуществить. Хорошо. Спасибо. Ну, все. До свидания. Мы прощаемся с Натальей. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...